Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, однако эти мужчины так не считают. Жители Махачкалы, Сайгид Гитина Магомедов, Ислам Давудов и один из гостей города не так давно спасли двух тонущих девочек. Это случилось 27 июля. По их словам, мужчины в Каспийск приехали случайно, решили прогуляться по городу и оказались в гуще событий. Весть о спасении распространилась в социальных сетях, а сегодня мы встретились с героями, чтобы узнать подробности того дня. Шли в сторону смотровой площадки и вдруг слышим, что женщины зовут на помощь. Мы сразу прибежали, смотрим, тонут две девочки. И как бы долго не думая, вот за камнями. Первая девочка была метров 2-3 примерно, вторая была где-то около 50 метров от этих камней. Время на раздумья тратить мужчины не стали. Сразу кинулись на подмогу, где уже пытался спасти девочек третий герой, данные которого, к сожалению, неизвестны. Через скользкие бетонные иглы бы пробираться было непросто, не обошлось и без травм, но главное – людей удалось достать из воды живыми. Один из участников спасения признается – 2-3 минуты, и было бы уже поздно. Все троем совместно вытащили их на берег. Здесь были две скамейки. Мы положили их на эти скамейки, этих девочек, и начали откачивать. Я поставил колени и прямо на спину давил, откачивал. Рядом стоящие очевидцы вызвали скорую помощь, которая быстро отреагировала на происшествие, отмечают мужчины. Девочек поместили в машину и отправили в больницу. Пасмурная была погода, народу очень мало было. Сделали, как посчитали нужно, как правильно сделали. И все, в принципе. У них остался младший брат, по-моему, там они кричали. Как я понял, это были две родные сестры. И у них младший брат был. Мы начали, ну, уже как они пришли себя в чувства, все такое, мы вопросы начали им задавать, почему пришли, где родители, все такое. Они, оказывается, не спросили родителей, они вышли. Родители, говорят, на работе. Детская шалость чуть было не обернулась. Трагедия и благо, все обошлось. Мужчины просто оказались в нужное время, в нужном месте. Ну, эти девчонки, которые нас звали на помощь, они рассказывали, типа, они видели, что они прямо отсюда вот плывут. Как я понимаю, они проплыли отсюда и уже у них не было сил там. Вот уже они практически руки отпустили. Вторая вот девчонка, которая была подальше, она практически уже уходила на дно. Вот осталась рука, ну, вытащили все такое. Как отмечается эгит, это не первый случай, когда подобным образом приходилось оказывать помощь. Подобная ситуация случилась 18 лет назад. Подобная была, я помню, в 2004 году. Подобный случай был. То же самое, ну, там уже был взрослый человек, вот я его тоже вытащил, как бы. Ну, это было в Махачкале. Вот. Тот вообще плавать не мог. И практически я его, можно сказать, со дна вытащил. Он даже ничего не смог сказать, молча ушел и все. Ну, в растерянности был. По данным статистики, на 20 июля с начала купального сезона в Дагестане утонули 29 человек. Из них 11 дети. Основными причинами подобных трагедий служат купание в штормовую погоду, не оборудованные пляжи, пребывание в состоянии алкогольного опьянения, невнимательность родителей, которые не следят за передвижением детей на берегу. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила купания и быть внимательными к своим детям. Продолжение следует...